Выполнять операции в два раза быстрее и точнее. Это стало возможным благодаря уникальной разработке студентов и преподавателей Самарского медуниверситета. Они создали новый способ диагностики и визуализации аденом около щитовидных желез, которые сегодня очень сложно исследовать. Один из главных элементов устройства автоплан. Даже УЗИ, компьютерная томография и МРТ не позволяют со стопроцентной точностью указать место расположения пораженных участков. Автоплан проблему решил. Новый аппарат стал настоящим спасением для пациентов с хроническими болезнями. Программа автоплан, она больше всего подходит при оперативном лечении пациентов с третичным гиперпаратериозом. То есть тех пациентов, которые находятся на хроническом гемодиализе, в силу определенных причин у них начинает увеличиваться около щитовидной железы, следствие нарушения фосфорно-кальциевого обмена. И возникает повышенный выброс в десятки раз больше нормы парад гормона. И единственным радикальным методом лечения является удаление этих около щитовидной желез. Перед операцией до разреза кожи с помощью специальной указки со светоотражающими маркерами производится так называемая привязка 3D-модели к анатомическим структурам шеи пациента. Это позволяет наблюдать на экране монитора в реальном времени модели внутреннего строения, на которые направлена указка. Это система точного предоперационного планирования и интероперационного выполнения поставленных заранее задач. Что позволяет улучшить точность выполнения операции, оперировать более прецизионно, заранее знать возможные анатомические ситуации, прогнозировать возможные осложнения. Больные аддномы могут располагаться на шее в любом месте. Ранее хирург работал практически вслепую. Благодаря современному оборудованию удалось в разы сократить время операции. Тандем уже получил признание и вошел в топ-100 лучших изобретений года. С использованием уникальной технологии проведены уже десятки операций. А сам аппаратно-программный комплекс пользуется популярностью не только в Самарской области. Два таких комплекса уже внедрили в больницы Магадана.